И снова здравствуйте, четвёртый ролик за сегодня. Наконец-то у меня руки дошли посмотреть, что же мне пришло в заказе от Ифраше. Ну, как бы я в курсе, что пришло, но иногда производитель может заменить подарок. Но надеюсь, что ничего не заменено, и из неизвестного мне было неизвестно только, что за три пробника. Раньше у них можно было выбрать на выбор какой-то, три каких-то пробника. Какой-то, каких-то. А теперь там загадка какая-то. Короче, я с почты забрала ещё днём, взяла с собой пакет Азона, чтобы положить её. Но она оказалась не такая большая, как я думала. И сейчас я это буду вскрывать. Тут мой адрес. Не покажу вам мой адрес. Вот она, каёбочка. У меня есть тут ножичек. Так. Слушайте, какие звуки интересные. Вы там вякнете, если вдруг кто АСМР будет это смотреть. Интересно ли это для вас в роли звуков? Мне сейчас запрос оставили на вот это вот. Может, я сегодня и запишу, потому что как бы уже в то, что я хотела, я уже тупо физически не успею. А чё бы нет. Насколько она стучится. Так. Как тебе вскрыть-то, блин? Я так давно не делала заказ на Ифраше на сайте. Наверное, не тут я вскрываю. Не там режу. Аж два года я уже не делала на сайте Ифраше на кавы. Благо, мой адрес только на этой, на слюде вот этой плёночки. Как там она теперь можно спокойно открывать, как хочешь. Вот такая ёбочка. По-другому теперь уже она засфигачивается каким-то скотчиком. Но я покупала как бы в офлайновском магазине. И по бланкам я чё-то не помню. Уже, наверное, тоже года два не делала. Ибо в прошлом году мне чё-то дофига надарила подписчица Ирина. Даже заказ на моё имя сделала. Ну, как бы она не подписчица, она зрительница. У неё нет аккаунта на Ютубе, она меня сможет Ютубом. И вот я из-за того как-то чё-то ничего не заказывала. Тут очень вроде как хотелось эти лимитки, но душила жаба. Но мы с жабой нашли друг друга. В смысле это... Пришли на какой-то компромисс друг с другом. В общем, чё тут у меня? Гель-гамаш наливное яблоко 200 мл. 249 рупий. Парфюмированное масло для душа ночная ваниль 200 мл. 350 рублей. Слушайте, я купила за 350 рублей то, на чё не бывает скидки. Это вообще вот лимитка. Ну, в общем, я её хотела. Набор. Гель-додуш, ароматный чай, жидкое мыло, дорог, ароматный чай, пакет ОСФА зелёный. Этот набор у нас 308 рублей. Вообще там была типа скидка, сам он так 333 рубля, но у меня он вышел по 308 рублей. Но он на сайте, по-моему, был типа как по скидке уже. Причём гель-додуша 200 мл, а жидкое мыло 190. У них уже года два вот эти лимитки новогодние. Вообще жидкие мыло, вместо 200 мл идут 190. Ой, не могу, всё-таки хочется зевнуть. О, пробники. Парфюмерная вода, да, амур, да, любви. Или да, любовь. Уи, а в амур. Или амур. Так, потом парфюмерная вода, истинный эликсир пюр, 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 по-моему, мне другой какой-то нравится эликсир. Так, потом сенсуэль, которая была, сенсуэль мне нравится. Успокаивающий, крем от покры, чего-то там. Бальзам, восстанавливающий бальзам для рук 50 мл, это подарок по бонусу у меня там прошёл. Потом гель для рук, ну, моющий жидкое мыло, грубо говоря, 200 мл гамма-мелец. Крем-бальзам сам по себе 490 стоит, а мыло 160, как было, так и осталось. Набор новогодних кружек 600 рублей, это типа подарок. Календарь 2019. 300 рублей. Так, это вот, вот этот подарок у меня был, этот подарок и этот подарок. Причём этот, как бы, ну, чё оно там, 3 подарка, да? Ну да, как-то так 3 подарка и было. Всё это вместе у меня вышло, вообще я заплатила 906 рублей, но оно у них, как бы, специальная скидка 1551 рубль. Включая НДС, 138 рублей 20 копеек. Бумажечка примерно та же всё, практически. Тут моё вотчество. Ой, блин, чё сейчас снимаю-то? Как бы, ничего тут такого сверхсекретного нету. Моё фио я указываю обычно в каждом инфобоксе ролика, точнее, да, в каждом ролике в инфобоксе. И ещё оно же есть на странице о канале, как раз вот это, если вы что-то хотите Лёве послать, то бла-бла-бла-бла-бла, до вас требования, и моё фио. Так что, в принципе, хаты-то гляньте. Так, куда хоть посылаю-то? Короче, вот как-то так. Так, это мы с ума. Там, первое у нас, кстати, пока оно лежало, надо показать, как оно было там. Как же оно было-то? А сейчас попробую показать. Чтоб оно при этом не выпало. Ой, оно падает. Надо было, наверное, камеру наклонить, но у меня сейчас этот, но стоит на штативе, если я её наклоню, то только вбок. Немножко не так она у меня встала. Ой, у меня как раз не было календаря на следующий год. Я ещё думала вчера оно нарисовать, что ли. Теперь есть календарь. У меня ещё от Ифраши там пришёл бонус, типа, скидка в каком-нибудь магазине, если сделаю заказ там в течение трёх дней на определённую сумму, ну, на выбор. И вот в одном мне было, типа, закажи себе календарь с твоими картинками, а потом, значит, или фотками, или типа того, а потом тебе за это два магнитика в подарок. Причём, ну, не знаю, чё там на этих магнитиках. Я вроде как уже нашпинговала этот календарь. Думала, что он формат А4 обычный. Он оказалось А3. Нахрена мне такой огромный. И он, типа, премиум 1400. А я ещё думаю, так вот, ну, посмотрю, сколько он стоит. Если не обдирательно, то сделаю календарь со своими, типа, рисунками и сделаю какой-нибудь конкурс на канале, типа, вот вам в честь Нового года такой-то календарь. Глянула на эту сумму, охренела. Плюс, когда ещё стала вроде как, ну, смотреть, как получится, заказ или нет, как вообще сформировать чё там и как. Там доставка вылезла, потом оно не восприняло какие-то мои фотографии, эти рисунки. Думаю, да пошёл как-то нахрен. А теперь у меня есть календарь. 2019 год, 60 лет. Во имя красоты каждой женщины и планеты Ифрашев. У меня никогда не было календаря Ифрашевского. А тут он, смотрите, даже с магнитиком, в общем, можно присобачить на холодильник. Я никак свои магниты не разберу. Я вообще хочу какую-нибудь досочку под магниты, чтобы её поставил где-нибудь так, и прихреначивать эти магниты. Да даже хотя бы в этом, блин, на балконе, чтобы это было. Я ведь на помаде специально завелась, а ногти накрасила. Специально для Ифраша вот такой, как бы, наказ. Порадовать эту коробочку с собой красивой. В общем, вот такой календарь. Сейчас его распакую. Блин. Громкий звук был. Это ASMR можно делать громкие звуки. То есть его можно как бы присобачить на магнитик, на жопу так вот, и он будет висеть. А можно его даже не присобачивать, и он будет стоять на столе. Или на какой-нибудь ещё вон тут полочке. Слушайте, а как интересно. Я люблю свою планету. А почему на английском-то? Ё-моё, вы же французы, чёрт вас дери. Теперь я хочу быть не просто красивой, я хочу быть красивой личностью. А, типа, посади дерево, будешь красивой личностью. Или у них тут на каждом... А, нет, я думала, каждая страничка свой язык. Лучшие ароматы созданы природой. Эге-геи лежат в траве. Природа самый драгоценный дар. Что, одна и та же модель, что ли? У них есть какая-то такая жуткая модель. Я когда на неё смотрю, вот иногда приходит, она там ещё, ну, на мыло. Какой-нибудь там рекламка, типа, купи то, получи это. Она ещё губу себе закусывает. Или рекламирует тушь при этом. Мамма-мия, чё они с этой моделью делают, прежде чем заснять её? Это такой страх. После такого не захочется. Вот если бы я красила глаза тушью, я бы, наверное, испугалась, и в жизни бы не стала ничего такое делать. Тут у нас каждый день я дарю кожу уход, созданный в Ля Гассии. На родине растительной косметики. Грустненькая такая. Почты блондыночка. Ой, тут негритёночка, и ещё какая-то бабень. Негритёночка с красными, с красными, с жёлтыми тенями, и какая-то бабень с синими. Практически фингалами. Я считаю, что косметика должна быть эффективной, бережной и классной. Видимо, за счёт этого, вот она, у меня камера даже выделяет морды лица этих девушек. Должна быть синей. Напугай кого-нибудь, сделай себе сынные стрелки этой тенями синее, синее-синь. Для моей кожи и для моей планеты я выбираю лучше. Эгей-гей. Красненькие ноготочки. Не понимаю прикола, когда верхняя губа высоко, и это типа улыбка, и все дёсна отображаются. Жутко как-то. Я тут видела на одном сайте, значит, это какая-то фигня, которая одевается на зубы, чтобы их почистить. Или помассировать, или ещё как-то. Страшно такая фигня того. Я поддерживаю людей, которые создают красные вещи. прям я с этими губками, когда я сейчас малевала. листик какой-то, синяя подводка на глазах. Какая-нибудь там тушь дофига крутящаяся. Я вам тут, а мадам, показывала? Что тут у нас? Ничего такая, девочка. Качественные продукты не должны стоить целое состояние. Вот это вы себе скажите, ребята, потому что у вас некоторые продукты дохрена дорогущие. Меня вот долго жаба душила, прежде чем масло для душа заказать себе за 350 рублей. У вас там масло для душа ещё какое-то есть. Вообще косарь с чем-то. Слушайте, красные тени и оранжевая вот эта подводка снизу, у них это как со светопередачей вообще ощущение, будто человек, тот человек бухал и фингалыси набил, а этот человек плакал долго-долго. Даже я понимаю, что это как-то неня. Наслаждение от исполнения и никакого чувствования. Я выбираю продукты в эко-упаковке. Поэтому ты себе эти красные тени нафигачила, а? Они даже не совсем красные, такой битый кирпич, разбавленный белилами. А дальше у нас руки. Думаю, где лицо? Оно спряталось, оно стало руками. Меньше пластика, больше любви к планете. Слушайте, а что она... Как они вот... Зачем они ее так сняли? У нее вот видно вот эти все вот... Ну, как-то... Скелет руки. Вообще, кости такие жуткие. Ну, в смысле, именно человеческие кости, обтянутые кожей. Что они с ней делали? Так, и что у нас тут? И декабрь. Для заметок. То есть, у нас тут ноябрь, а вот здесь у нас идет декабрь. В принципе, что-ничего. Спасибо, Эйфраше, за внезапный и внештатный подарок. У меня теперь будет календарик. Поставим его пока сюда. То я в этом году как-то забыла купить календарик. Благо, нашла эту другую страничку от сестер Инессы и Сони из Рига-Лондон. И насобачила на свой самопальный календарь 2015 года. Не знаю, был бы ли бзик, но сейчас только что вот я увидела, что Мавави, кстати, обновилась сегодня второй раз. Не вообще сегодня, а вообще второй раз, как 18-я версия вышла. Бесплатное второе обновление. Там какие-то улучшения, не знаю, что так на них фигею. Подумала, может, они меня смотрят, кинула карты, вышла хз. Лёля ляпнула, что-то такое странное. Мне снова какая-нибудь странная фейховая девочка в контакте их напишет. Записала, значит, странная девочка в контакте. Как-то я ещё одной девочке в офлудилке пожаловалась. Точнее, в офлудилке я пожаловалась потом ещё одной девочке в личке. Пообсудили. Типа, ещё так очень грамотно создан вопрос. Я сначала дохрена долго офигевала, что-то меня вообще хотят. Типа того, что это сколько за да нет. Как-то так. Много. Вашей жизни не хватит. Так, календарь. На пакетике, кстати, написано. Я думала, с другой стороны. Или как с этой стороны. Ау. 928, календарь 2018-19. Календарь настольный, перекидной на 2019 год. Картон, бумага, магнит. Строг годности не ограничен. Сделан в августе этого года. 180 на 140 миллиметров. Не подлежит обязательно ему подтверждению соответствия. Производитель Голдсет, Россия, Москва. Для... Адрес для потребителей 3О и Фраше Восток. Так что вот. Слушайте, пакетик вполне себе можно поюзать. Еще у него никаких дырочек нет. Пакетик, иди сюда. Сделан, с чего тут у нас? У нас тут пакетик. Он там со слезой, или как вообще? Тоже пакетик. Пакет ОСФА. Зеленый. Штрих-код. Все моего... Пакетик, как-то вскрит-то. Вскрой меня, если хочешь. Можно делать громкие звуки, ведь это не АСМР, а детей. Тут какой-то кружочек валяется. Еще один пакетик, что-нибудь мелкое положу, мало ли, что куда. Не годится когда. Вот у нас такой пакетик. Тут бумажечка. Бумажечку можно... Ай, на ней еще один кружочек. Можно слинять. И еще один кружочек конфетти. Прямо, наверное, от этих вот дырки от пакетика. Что это? Я уже думала, оно тут завязано как-то. А оно так сделано просто. Слушайте, а ничего такой пакетик. И вот здесь все-таки, я думала, пустое окно. А это, оказывается, очень даже хороший пакетик. У меня вроде как нет ничего такого объемного, чтобы в этот пакетик засунуть. Это если какому-то конкретному человеку дарить, да? Но, в принципе, что? У некоторых зимой день варенья можно и поздравить в таком пакетике. Или себе оставить. Мало ли что, куда пойти. Положить. Хороший пакетик. Это от набора который. Так-с. Солик, сыр, пюрпель. Оставлю как-нибудь в заюзы. Спасибо, эйфроше. Так. Сенситив бежиталь. Сейчас мне как раз на мыло пришла какая-то фигня. Если до 23 декабря я в Ярик сгоняю. А у меня случились тут такие непредвиденные расходы. Блин, у меня, как я в эту квартиру съехала, так конкретные одни каждый месяц непредвиденные расходы. Если я туда съезжу, то только если меня кто-то внезапно свезет, да еще и это, проплатит мне этот эйфроше. Накормит и напоит. Ну, в общем, там какое-то, по-моему, сенситив надо или как-то так ввести, или вежиталь, и сказать им точнее этот код бонуса, и тогда тебе вот скидка 30% на что-то и, возможно, подарок. В общем, вот что это у нас вообще. Где-нибудь по-русски есть. Увлажняющий крем от покраснений. Видимо, зимой типа там вот так, если на мороз покраснели. Так, я еще во флудилке Лену, помнится, докапывала. Кстати, где оно сделано? Она так и думала, что в России под контролем Франции после вскрытия 12 месяцев живет до сентября 21-го года. В принципе, по этой причине я еще изначально не хотела сначала тратиться. Гель для душа и ванны ароматный чай лимитированная коллекция. Насладитесь пряным ароматом чая. Golden tea золотой чай. Над мозги наши как привели ароматный чай. Не могу сказать, но первый нюх, который вылез в нос был какой-то будто карамель сладеньким чем-то. У меня сейчас пока там немножко остатки было роскоши от Лёльки Эйвоновский Большой Любовь в Париже гель стоит. Но я завтра вот этот, наверное, заюзаю. И если хотите, сделаю отдельный обзор. Типа затестила такой-то гель, затестила такой-то скраб, затестила такое-то масло для душа. И как оно мне. Так. Это вот, раз уж я тут достаю сразу вот типа набор, третий пробник мне пока не попадал. так, может надо было как-то по-другому камеру поставить, но если я вдруг что буду заказывать или кто-нибудь решит порадовать меня и на мой адрес пришлёт мне что-нибудь на своё усмотрение от Ифрашет, то я в следующий раз сделаю обзор так, чтобы было видно не только меня и вот так вот, а ещё то, что здесь. в общем, тут у нас Golden Tea 190 мл Заметированная коллекция жидкое мыло для рук, ароматный чай. Насладитесь пряным ароматом чая. Тоже под контролем Франции сделано в Рашке. Кстати, где оно сейчас-то у нас делается в Рашке? Тосно. Московская область. И тут Тосно. Последний вот год, 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 полтора, два и до этого, когда оно стало в Рашке делаться, оно делалось исключительно под Питером во Всеворске или где-то там. Так, вот это я вот заказала, потому что я люблю вообще гамажики у них. Я решила, ну так как финансы слегка поют романцы, я малость ограниченная, как бы и подработки нет, и вообще бомжа бомжом практически, ну в смысле это, нету ничего такого. Из Ютуба мне ещё монетка не накапала. то я вот выбрала такое вот самый минимум. Один отсюда, один отсюда. Изначально это я хотела жидкое мыло, гель для душа и скрабик вот этот вот. Крема там у меня есть и вот все остальные так же. Ну в смысле яблоко. Этого-то только там декоративка всякая ещё масло. Короче, красное яблоко. Пом де руш, пом руш, руш пом. Пом руш. Ред эпл. 200 миллилитров. Так, яблочко нарисовано будто акварелькой и лисичка такая или кошечка хз. Кто это, лисичка или кошечка? Слушайте, удобный такой тюбичок. Под контролем Франции. Кстати, вот здесь вот с Людой так заделано. Под контролем Франции. Опять тостно. Так. Фруктовая вода яблока. Водный экстракт. Василька. Мающая основа растительного происхождения. Биоразлагаемая формула. Форма содержит более 98% компонентов натурального происхождения. Без парабенов. Лимитированная коллекция гель-гаммаж для душа наливное яблоко. Насладитесь лакомым ароматом наливного яблока. Гель-гаммаж бережно очищает и отшелушивает кожу, окутывая ее лакомым согревающим ароматом наливного яблока. Я у Ленки узнавала... Лена, ты не против, что я тебя Ленкой называю? Короче, Лена же вроде, да? Короче, у Ленки я узнавала во флудилке. Сколько же у нас там Ленок во флудилке? Хе-хе. Две. Вроде бы как минимум... Нет, три Ленки. Короче, у Ленки узнавала во флудилке, когда она уже заказывала и фрошей, она мне сказала, я так поняла, что оно напоминает по аромату, вот как у них была уже такая груша в карамели, яблоко в карамели. Так как оно у нас тут заслудировано, то я пока не буду его отсобачивать. Или отсобачить. Чего бы. Отсобачиваю и понюхаю. Фигли. Собачивайся. Скреп-скреп. А это можно потом... Бум. Да, чем-то смахиваю тут на яблоко в карамели. Кстати, вот груша яблоко в карамели, оно еще напоминало как вот дюшесик такой. В общем, вау, он непрозрачный. С удовольствием буду юзать. Как хорошо, что я его заказала себе. Так, это... Да, вот. Вот еще один мой заказ. Ночная ваниль. Ваниль. Ваниль ну-а, ну-и-три, чё там. Ночная ваниль. Парфюмированное масло для душа. Ночная ваниль. Ой, блин, 200 миллилитров. Масло сладкого миндаля экстракт ванили в парфюмерной композиции. Формула содержит более 97 ингредиентов натурального происхождения на 1% меньше, чем вот этот вот. Флакон подлежит вторичной переработке и уже содержит переработанный пластик без минеральных масел и парабенов. А вот это сделано во Франции. Я знала, что это было сделано во Франции, потому что масла для тела, масла для душа, вот эти вот для тела, вражки еще не научились делать. Даже под присмотром Франции. Ути мою лапочку. А вообще я тащусь от масла для душа. Если что, вдруг там кто решит, Лёля, ты такая классная, мне так нравятся твои ролики. Я решил зла, решил, или типа, или мы решили сделать тебе подарок и вот решили тебе задарить какое-нибудь масло для душа. Можно даже и фроши. А так, что, помечтать нельзя, что ли? Вкусненько. Оно напоминает немножко по аромату вот предыдущую у них лимитку, вот эту белую ваниль. У меня еще лосьон этот, точнее молочко для тела, которое мне зрительница Ирка дарила, стоит. И вот летом оно как-то не шло. А вот зимой вот оно очень идет, чувствуется аромат. В общем, спасибо мне, что я все-таки решила себе это наказать. Теперь вот этот по бонусу мне пришел крем. Вообще, у меня такой бонус был, но я что-то тогда как-то не заказала. Я подобные в сети посмотрела, тупо на год знакомства. В общем, у них на год знакомства раньше были только дезики, вот эти, как их там, Жардан-де-Монт. Или, в лучшем случае, жидкие мыла или гелики для душа Жардан-де-Монт. В основном дезики Жардан-де-Монт, а теперь вот они, слушайте, на год знакомства приличный такой подарочек дарят. Ифрашея. Что тут у нас? Где оно тут? Растительный уход для красоты рук. Восстанавливающий бальзам для рук с Арника 50 мл. Восстанавливание кожи рук. Восстанавливает сухую, поврежденную кожу благодаря экстракту Арники Био, обладающему защитными свойствами. Нанесите по мере необходимости аккуратно массируя кожу рук до полного впитывания бальзама. Избегайте попадания на ранки. Ну, вроде ранок пока нет. До октября 2021 года 6 месяцев после вскрытия. Плюс еще тут можно как-то это туда вот зафигачиться. Но тут вот эта наклеечка и поэтому никак не зафигачится. Вот оно. Вот оно. Я его сейчас покрою. У меня, конечно, есть там крема для рук. Как бы. Ну, и тут после вскрытия то еще ну, я что-то вот хочу я его. Он, кстати, напоминает ромашковый вот этот кремик, который я не помню как он комбомир. по виду. Но он более мягкий. Я вам прямо его сейчас затестила. Приятненько так пахнет. Не знаю, чем. Ну, так это. Вкусно, нейтрально. Ногти не помассируешь потому, что наных лак. Ну, он, конечно, тут не полная баночка эти 50 мл. Тут баночка явно мл на 100. Ну, ладно. Я тебя хотел. Вообще, я знаю, что там по бонусам вода шла, но я в пробнике как-то понюхала эту воду и не проникла. Я думала, потом нафиг мне эта вода и плюс она еще что-то как-то у меня глюканула. Может, бонус бы и пробился, но что-то сайт глюканул. Сначала я решила, что бонус не пробился, но сайт глюканул, а потом я вот это нашла в интернете. Бонус на это вот. Бочек. Так. И можно было выбрать что-то с подарок для заказа. Там были косметички, ну, нахрен не эти косметички. Потом гель мужской какие-то лимитки мелкие. В принципе, там была ту, а еще тоже была чисто сама по себе. Мужской гель, значит, маленький наборчик, там маленькая тушка вот эта с секси пюльпы или как-то так. И такая же большая сама по себе черная. Причем маленькая черная, а большая вообще не поняла какого цвета. Я с ней думала выбрать тушь, а тушь на Новый год дарить как-то это. На 8 марта еще ладно. Ну, и в общем, фиг знает какого цвета придет, не поймешь кому дарить-то. У кого каким там цветом эти самые ресницы изначально и хотели бы они быть другими, другого цвета короче, блин, что-то сузеваю. Как вот там еще вот этот наборчик, ну, маленькая тушка, маленький, 50, что ли, миллилитров этот шампунька. Он мне вообще нравится, этот шампунь. Я у них часто раньше заказывала смаливать для объема и маленький вот эти 5 миллилитров мой эвиденс, но как бы я его не нюхала, но я люблю вообще эвиденс и все его лимитки у меня раньше были, но еще пара эвиденсов есть, ну, как-то что-то я думала. Подумала так, что можно выбрать что-то такое, что можно вообще подарить человеку Новый год и человек будет доволен и как бы жидкое мыло всегда как бы надо. Ну, полезный такой подарок. Еще там был малиновый уксус для поласкивания, якобы для блеска волос. Я его много раз раньше заказывала, но как-то блеска для волос я не находила. По-моему, это такая чисто баловство бесполезная. Тоже оно у нас сделано в России. А, это так, нет, Тосно. Так, что-то я не догнала. А, это в другом месте Ярославской, Ленинградской области. Я что-то увидела, что Московская, Московская и подумала, что область, а Московская шоссе. Короче, раньше делали во Всеволожске, потом делали где-то там под Москве, а теперь стали делать уже в Тосно. Рядом, короче, снова вернулись в Ленинградскую область. Компоненты растительного происхождения. Эктат гомомерис обила, моющая основа растительного происхождения, растительный глицерин. После применения тщательно смыть. Шесть месяцев после вскрытия 200 мл. Гомомерис, моющий гель для рук, нежность, чувствительная кожа. Вот такое вот. Но у меня пойдет в подарочек кое-кому на Новый год. Так, а тут уже о, вот еще один под кружками с коробочкой был вот это вот. О, да, любовь. Вот я его снова занюхаю. И если оно мне все-таки понравится, может, когда съезжу в Ярик, куплю себе или тут закажу. Так, каебочка. Бумажечка. О, бумажечку можно послушать на какой-нибудь там АТМРчик. Беру я ее пока сюда, что ли. Я в коробочку сложу потом. Вообще, не знаю, может, ее под картошку, эту коробочку, пустить. то у меня что-то как-то тут есть большая коробочка, но у нее на глубине сибирских руд немножко картошки, а вот именно такой коробочки, чтобы положить, что-то как-то не было. В общем, вот такая коробочка. Что у нас тут где-нибудь по-русски есть? чего? Так-то что на украинском есть. Не подходит для использования микроволновой печи. Ну, ладно. Сделано в Китае. В общем, можно мыть только руками по ходу дела. Но у этих людей, у того человека, которому я хочу это подарить на Новый год, нету этой штуки, как ее там, ну, посудомоечной машины, короче. Я думаю, что ничего плохого не будет в том, что я это вскрою и покажу народу, чтобы люди знали, возможно, что это такое, если оно снова будет там посылки в личных сообщениях, точнее просылки на мыло идти от Ифраше, люди поняли, хотят они это или нет. Вот мы это вскрываем. Тут у нас пенопластик, который слегка уже покусанный, наверное, какая-то мышка пробегала, хвостиком вернула и покусала. Здесь я, конечно, сама себе их не решу оставить. Все, у меня есть самые крутые чашки, которые мне первый раз от Ифрашея пришли в подарок, они до сих пор у меня живые, все считают их крутыми. Потом у них еще всякие чашки мне приходили в подарок, полосочка и кружочек. Одна чашка у меня осталась, ходила я в одно место на репетиции театра книги, где, оказывается, я все шесть лет была в роли за Мэдой. Вот так вот ходишь куда-то, а ты за Мэна. И вот я там приносила, там устраивались чаепития, и с меня требовали кружку. Я принесла, а потом они ее заныкали, и так как-то она у них и осталась. А вообще этих наборов я дарила много кому, пара дней, там знакомым, что-то причем всем они нравились, а я как-то не прониклась. В общем, вот у нас такая кружечка симпатичненькая. В принципе, понятно, что в микроволновке нельзя, тут такой металлический рисуночек. Кстати, сейчас попробую показать, как она так стояла-то. жопой кверте, по-моему, стояла. Да. Тут, короче, так прикольно. Там вон этой такой досочкой из пенопластика прособачено. И вот такая кружечка тут елочки, сика, еще одна сика, ну, в смысле, этот олень лось в тон там. Еще одна сика. В смысле, я пыталась вспомнить, как этот олень лось или кто там на картинке. Ну, картинка похожа на то слово, которое на япе у меня в приложении вылазит. Это вот самая сика. Это для тех, кто вдруг подумал своим извращенным мозгом что-то иное. Так, это я думала, что это такое, это так, как-то внутри, так и есть. в общем, я думаю, очень вообще нормальный такой подарок, учитывая, что там как бы подразумевается, что человек, которому я дарю, будет из этой кружечки пить кое-кем, ну, не один будет пить чайчик. Может, не только чайчик, мало ли, что там из кружечек пьют. В общем, замечательные кружечки. Я думаю, что человек будет доволен. Еще такие же, только розовые дают в подарок за покупку в официальном магазине. Мне приходило, намыло сообщение такое, но так как, как я уже говорила, что в Ярике сто лет не ездила, аж где-то с середины июня не была в Ярике, плюс сейчас у меня финансы поют, романсы, и вряд ли будет кто-то, кто решит что-то купить в Ифраше с кодовым словом каким-нибудь получит это кружечки, решит мне их прислать. В общем, мало очень, очень мало вероятно, что мне такое подарят. Поэтому, наверное, я с ними расстанусь. Печаль, печаль. Ну, я бы розовые кружечки хотела, но не судьба, не судьба. В общем, вот такой у меня обзор заказа моего в Ифраше. Я вообще заметила, что людям нравится обзоры косметоза, как я тут поняла, декоративки. Ну, нельзя же, не могу же декоративку раз в месяц обозревать. У меня она не меняется, потому что мне больше никто ничего не дарит, а я сама себе давно ничего не покупала. Я бы у меня все эти декоративки хоть попой кушать. дофига. Людям нравятся Эйваны обзоры. Я снова к ним перепала, пристрастилась, а как-то так. Будет еще обзор Эйвен заказа, потому что я делала по вот этому второму девятнадцатому каталогу. Ой, сейчас попытаюсь достать. Вот по этому каталогу я делала заказ, и если все сложится, то в эту субботу я его заберу. Ну, и, соответственно, потом обозрю. А если не сложится, то может быть заберу в воскресенье или в какой-то вообще может другой день. Не знаю как. Потому что пока еще не ясно, что у меня там с субботой. И вот и фроше. Ну, и фроше я, в принципе, раньше покупала, но коробочку вскрыть при вас от шкута. Ну, в смысле не при вас вообще на камеру? Вас-то тут нету, как бы. Вы-то будете там у каждого своего девайса это все потом с ютуба смотреть. Ну, в общем, я поняла, что людям нравится вот это вот помимо плейлиста с АСМРом. В общем, как-то вот можно привлечь народ не только АСМРом и покупками. Чисто вот по аналитике в телефоне там в студию свою ютубную захожу, творческую, там у меня выходит два определенных плейлиста, которые последние два месяца лидируют. Точнее, как бы АСМР-то всегда плейлист лидирует. А еще этот обзор покупок хапчика и бытовухи. В общем, всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь фрошей, если вы его любите. Всем новогоднего уже настроения, или просто настроения, если вы этот ролик будете смотреть уже где-то после Нового года, мало ли, кто там придет и увидит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok